Что для москвича хорошо? Для кировчанина ДТП. Кировские власти придумывают все новые меры для повышения безопасности дорожного движения. Об этом я не только расскажу в ближайшие минуты. В эфире «Давича». Меня зовут Дмитрий Житарчук. Здравствуйте. Новое правило от Минтранса. Новое правило. И вот что известно к этой минуте. Водитель мужчина автомобиля «Лэнд Крузер Прада» при осуществлении разворота совершил столкновение с попутно отбивающимся автомобилем «Рено Логан». В результате происшествия два пассажира, а также водитель автомобиля «Рено Логан» получили травмы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. А не слишком ли часто стали происходить в городе серьезное ДТП? Об этом задумались не только мы, но и кировские власти. И уже начали предпринимать меры, чтобы исправить ситуацию. Вот, к примеру, недавно убрали дорожные указатели, уступив всем и можно направо. А еще устанавливают отбойники на производственной и ругают ровные дороги. О безопасности на дорогах Кирова в материале Елены Чехомовой. Все эти водители хотят повернуть из Радужного в Нововятск направо, но теперь для этого вынуждены ждать зеленый сигнал светофора. А все почему? А потому что вот здесь убрали стрелку «Поверни направо», если уступил всем дорогу. Эксперимент с такими стрелками в Кирове признали неудачным. Вот так выглядели эти стрелки. Провисели они в Кирове чуть больше года. И вот по официальному решению убраны на всех пяти перекрестках, где устанавливались. Знаки были установлены в качестве эксперимента, но однако с июня 2019 года на данных участках 22 ДТП у нас произошло, при этом два с пострадавшими. В целях недопущения дальнейших ДТП при проезде перекрестка был произведен демонтаж. И, казалось бы, большой проблемы нет – переждать минуту с красным сигналом и вперед. Но машины в правом ряду копятся. Водители привыкли к хорошему. Отказываться от быстрого проезда им жаль. Отвечают все как один. Лучше бы вернули. Очень плохо. Надо поставить обратно. Движение медленнее будет. Но лучше бы оставили. Лучше так-то ехать сейчас направо и внимательно посмотреть, если никому не мешают. Мне она не мешала. Очень даже хорошо было поворачивать. Было бы хорошо, если бы вернули. Наверное, у ГИБДД свое мнение на это. Но говорят о 22 ДТП я не видел ни одного. Честно. Хотя здесь живу рядом с двумя стрелками. Знак «Уступи всем и можно направо» разрешает совершать правый поворот на красный, если это не мешает другим участникам движения. Это видео с московского ТВ аж 2014 года. Эксперименту со стрелками в столице больше пяти лет. И там их не убирают. Что не так с Кировом? Задается вопросом активный житель города Андрей Малыгин. Я специально воспользовался их собственным сервисом по статистике ГИБДД. Плюс параллельно смотрел карты ДТП. И, честно говоря, меня удивило то, что вот эти два пострадавших были всего лишь на одном перекрестке. Щерчца, Ульяновская. На всех остальных их было ноль. Более того, если мы возьмем улицу Трактовую, где этот знак очень востребован, за три года там было уменьшение количества ДТП с пострадавшими. Честно говоря, не все рады и вот такому новшеству, которое появилось на кировских дорогах. Так называемый отбойник теперь находится на улице Производственной, чтобы вы сориентировались справа от нас в Московское, с левой стороны Воровского, так вот ближе к Московской. Теперь вот такое ограждение, как считают водители. Его здесь установили для того, чтобы вот сюда не поворачивали во двор через двойную сплошную, ну и, соответственно, обратно оттуда не выворачивали через два ряда машин. Кто-то принципиально против такого разделения движения, другие предлагают сделать посреди дороги вместо железа живую изгородь, а в администрации города говорят, что просто вынуждены использовать крайние меры. Полностью сплошную линию разметки сделали, но тем не менее водители игнорируют данное требование, продолжают разворачиваться и никак не можем ликвидировать данное место, которое уже много лет у нас является местом концентрации Трактовой. Единственный способ, наверное, который все-таки у нас остался, это применение разделяющего барьерного ограждения. Есть и такая точка зрения, что в возросшей аварийности виноваты ровные дороги. Об этом пишет кировский паблик, приводя слова городских властей. Мол, отремонтированные дороги, в отличие от разбитых, провоцируют водителей увеличивать скорость и повышают риск возникновения ДТП. Так что кировчан просят на радостях от ремонта дорог не разгоняться. Елена Чехомова, Алексей Зырянов, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Но не только в знаках и отбойниках дела, когда речь заходит о ДТП. На дорогах и тротуарах все чаще стали появляться электросамокаты и гироскутеры. Только в прошлом году в России произошло 140 наездов этих транспортных средств на пешеходов. Соконотворцы в итоге решили взяться и за владельцев самокатов, гироскутеров и сегвеев. Зоя Попцова готовит сюжет к вечернему эфиру. Знает, что их ждет. Подробности скоро. Останемся без танцев, детских развлечений, массажа и солярия теперь еще до 1 октября. В Кировской области продлены все действующие ограничения. То есть спа, салоны, ночные клубы и детские развлекательные центры по-прежнему не могут работать. Массовые мероприятия также под запретом. При этом разрешены парикмахерские услуги, маникюр и педикюр в салонах красоты по предварительной записи и соблюдением санитарных норм. Все ограничения в регионе сохраняются до отмены режима повышенной готовности. Кировчанам по-прежнему рекомендуют, но вы все знаете, носить маски в общественных местах, обрабатывать руки антисептиком, а также соблюдать социальную дистанцию. Судьбу скандального участка в Парке Победы обсуждали сегодня в Гордуме. Этот вопрос на комиссии по земельным отношениям поднял депутат Денис Ерохин. Речь идет о четырех гектарах земли, которые пять лет назад были проданы предпринимателю Леониду Ефаркину за несколько сотен тысяч рублей. А бизнесмен участок перепродал застройщику уже за 180 миллионов. На комиссии побывала Елена Шарыгина, она знает все подробности. Купленный и проданный Леонидом Ефаркиным земельный участок в Парке Победы может вернуться в муниципальную собственность. Об этом заявили в администрации Кирова. Сейчас собственником земли является компания-застройщик, и чтобы они не начали там строительство жилого или еще какого-то дома, в администрации планируют наложить на земельный участок арест. Ходатайство будет направлено на следующей неделе. А наложение ареста сейчас снят по инициативе суда в связи с тем, что приговор в отношении Ефаркина Леонида Михайловича вступил в законную силу. С него взыскан ущерб в пользу муниципального образования в размере 165 миллионов рублей. В мэрии планируют обратиться в суд с требованием признать сделку с Ефаркиным ничтожной. В этом случае земельный участок перейдет к предыдущему владельцу, то есть к администрации города. При этом не указано, возместит ли кто-то убытки компании-застройщику, которая у Ефаркина купила этот земельный участок. Кстати, по решению суда Леонид Ефаркин обязан выплатить в администрацию города 165 миллионов рублей. И он начал уже это делать, правда, очень медленно. На данный момент в казну города поступило всего 1600 рублей от Ефаркина. Елена Шарыгина, Алексей Зырянов, Бюро новостей Довича. Кировчане сегодня получили метеопредупреждение от МЧС. По данным ведомства, 17 сентября местами по Кировской области ожидаются заморозки. Неужели действительно пора доставать пуховики и менять резину на зимнюю? Наш корреспондент Елена Шарыгина пообщалась с синоптиками и уже знает ответ. А сейчас узнаем и мы. Сегодня пасмурно, ветрено. Солнышко мы не видели уже несколько дней. А это значит сейчас самое время поговорить с синоптиком. Рядом со мной ведущий синоптик Кировского гидромедцентра Людмила Палапина. Людмила Евгеньевна, когда нам ждать солнышко? Ну, погода уже перестроилась на осень. На данный момент, конечно, мы находимся в тыловой части циклона. Он отходит постепенно на северо-восток, но пока мы еще находимся в тыловой части. А в тыловой части, конечно, солнышко немножко проглядывает, но все-таки уже так не греет. А сегодняшнюю ночь будет еще холоднее, потому что у нас как бы отойдет, тыловая часть отойдет, циклона, и подойдет к нам размытое барическое поле. А южные и юго-западные районы окажутся даже в более холодной воздушной массе в антициклоне. А какая температура нас ждет в ближайшие несколько дней? Ну, вот сегодня ночью мы ожидаем 1,6, от 1 до 6 градусов тепла. Вот, и на почве, возможно, заморозки до минус 2 градусов. А днем? Днем будет прогревать, конечно, но летнего тепла уже ждать нечего. Где-то градусов 10-15 будет, не больше. Стоит ли нам уже бежать менять резину? Пока еще, я думаю, что не стоит ждать такого, что сильные заморозки до того, что уже надо менять резину. Нет, пока еще нет. Дальше будет видно, а пока нет. Пока еще конец сентября у нас еще не такой страшный бывает. Есть ли шансы на то, что к нам еще вернется бабье лето? Ну, бабье лето обычно бывает вот именно с 13-14 сентября. Но в этом году пока либо оно задерживается, либо его... Было молодое. Молодой бабье лето бывает в начале сентября. Оно прошло. А этого бабье лето пройдет, похоже, холодом. Ну что ж, будем надеяться, что тепло к нам еще вернется, что мы еще оставим зонтики дома. Спасибо, что ответили на мои вопросы. Студенты не горят желанием учиться. Эксперты провели исследование и выяснили, только у единиц действительно есть мотивация к учебе. Остальные ходят на пары исключительно ради диплома. Об этом и не только расскажу во второй части нашего выпуска. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это «Давича» и мы продолжаем. Хочешь кататься на гироскутере или самокате – будь трезвым. В России хотят ужесточить правила вождения для владельцев таких транспортных средств. Но кто будет проверять состояние такого водителя – непонятно. С какой скоростью он едет – тоже вопрос. Что делать, если подобное средство передвижения наехало на пешехода? И вообще, где должны ездить люди на электросамокате, к примеру? По проезжей части по тротуарам у общественников возникли сомнения по поводу новых поправок в ВДД. Зоя Попцова с подробностями. Казалось бы, типичная ситуация. Я, как пешеход, иду прогуливаюсь по тротуару, а мимо меня проносится на космической скорости велосипедист и даже не замечает меня. Но скоро таким ситуациям должны положить конец. Извините, я вас, наверное, немножко подрезал. Мы все так не будем делать. Так что прошу прощения. Велосипедист Антон Абатуров – человек вежливый. По тротуарам он практически не ездит и с пешеходами не пересекается. Свой маршрут стараются планировать исключительно по проезжей части. Те, кто ездят по тротуарам на велосипедах, должны понимать, что они на тротуаре все-таки гости. Главное – тут пешеходы. И нельзя допускать ситуации, когда наезжают на пешехода, как-то надевают его там рулем, еще чем-то. Чтобы подобного не случалось, в Минтрансе разработали новые поправки в правила дорожного движения. В частности, изменения коснутся владельцев самокатов, сегвеев, гироскутеров. Сюда же отнесли скейтеров и роллеров. Их количество значительно увеличилось в последние годы, а как им ездить, как бы нигде не было регламентировано. И все ездили так, как считали нужными, и часто создавали опасные ситуации для пешеходов, для автомобилистов, ну и для самих себя в первую очередь. Еще одно нововведение. Любителям погонять придется делать это только на трезвую голову. А с наступлением темноты перемещаться можно только с фонарем или фарой. 20 км в час, как предлагают, это я считаю, что очень даже хорошо, если ездить по тротуарам. То есть выше скорость вообще не для чего. Сам лично езжу на самокате, а обычно езжу, как раз-таки передвигаюсь где-то километров 15 в час. К слову, есть и противники изменений, которые в первую очередь думают о безопасности пешеходов и категорически против их совместного передвижения по тротуарам. Хоть что-то предложить, это неправильно. Нужно предлагать реальные вещи, которые не заставят пешеходов озираться на тротуарах. Еще один вариант передвижения по выделенным велодорожкам. А с этим в нашем городе явные проблемы. Впрочем, общественники рады, что законодатели хотя бы обратили внимание на то, что на дорогах все чаще стали появляться подобные транспортные средства. Но, как выяснилось, грядущие поправки требуют серьезных доработок. И поэтому пешеходам, роллерам и самокатчикам пока придется быть вежливыми друг к другу. Ведь сейчас тротуар остается для них всех общей дорогой. Российские студенты не хотят и не готовы учиться. Только у 15% ребят есть мотивация к учебе. Такие нерадостные выводы сделали эксперты Уральского федерального университета. Они изучали проблему в течение 7 лет. В чем причина и так ли все плохо, расскажет моя коллега Евгения Бакина. Женя, ты была вовлеченным студентом? Ну почему была? Я и сейчас студент. Впереди как раз защита диссертации. И тяга к знаниям есть. Без нее я бы не поступила в магистратуру. А неужели ты всегда была увлечена учебой? Нет, не всегда. И порой это зависит от преподавателей. Бывает так, что предмет интересный, но его рассказывают сухо, то есть скучно. И поэтому желание, так скажем, пропадает. А бывает наоборот, что предмет не очень интересный, но его так оживленно рассказывают, что даже те, кто сидит на Камчатке, отвлекаются от телефонов. Ну а что говорят другие студенты? Действительно ли есть у них такое, нет желания учиться? Да, есть те, кто учиться не хочет, но не все такие. Опрошенные признались, интерес к учебе зависит от целей, то есть для чего студент поступил в ВУЗ. Чтобы действительно получить знания или просто иметь на руках диплом. И вот их настроение и мнение. Я вовлечен. Надо знания получать, чтобы потом в дальнейшем жить, работать, зарабатывать денег. Не особо хочется учиться, но приходится вовлекаться, чтобы получать аттестат. Я вовлечена, но правда еще учеба толком не началась. Диплом – это просто бумага по факту. И даже если у тебя есть диплом, не факт, что ты станешь хорошим специалистом. Я считаю, что знания, потому что они будут с тобой всю жизнь. А вот эксперты ВУЗа УРФУ считают, что в нежелании учиться виновата школа, а именно подготовка к ЕГЭ. Ребята натаскивают на высокие баллы, но по факту первокурсники не умеют ни писать сочинения, ни анализировать самостоятельно. Им нужен какой-то вариант решения. С этим частично согласился директор школы Игорь Олин. Он вообще за то, чтобы пересмотрели школьную программу. На мой взгляд, школа сегодня находится в очень глубоком кризисе. В первую очередь надо пересматривать школьную программу. Программы перегружены максимально, и они по большинству предметов не вызывают большого интереса со стороны учеников, потому что это знание, которое им дается, кажется ненужным, неинтересным, бесполезным. Проблема есть и в самих ВУЗах. Сравнил российское образование с зарубежным бизнесмен Илья Сагаев. Он учился в Санкт-Петербурге, а после в Италии. Говорит, что наши преподаватели загружены, половина их времени уходит на отчеты. Много теории, но мало практики. И это еще не все. Глубокая вовлеченность будущего работодателя в программу обучения. То есть, по сути, выпускная работа в магистрской диссертации решала одну из актуальных проблем одного из спонсоров этой магистрской программы. И он был заказчиком именно на эту тему. Ему было интересно, и он готов был финансировать и профессорский состав дополнительно и так далее. Второй важный момент. Классический профессорский состав там сильно разбавляется практиками, то есть, руководителями, например, первыми лицами компаний. Вот, Женя, многое может быть тут зависит еще от выбранной специальности. Да, в первую очередь надо выбирать ту специальность, которая вам по душе, а не то, что советуют одноклассники или знакомые. Такой серьезный выбор делают студенты медакадемии, поэтому практически у всех ребят есть заинтересованность. Желание получить именно эту профессию – это самостоятельный выбор. Мы всегда с вами знаем, даже если мы сделали выбор сами, но мы ошиблись, мы себе простим. А если кто-то за нас сделал выбор, тогда мы будем винить этого человека, мы будем искать снова себя в чем-то. Вот хорошо, есть такие, кто не готов учиться, не хочет учиться. Как замотивировать студента? Как раз этим вопросом занял свой ученый состав УРФО. Это как раз вот вуз, который исследовал, что у нас ребята не хотят учиться. В общем, в течение трех лет они будут проводить различные опросы, фокус-группы с участием школьников, студентов и преподавателей. Возможно, в скором времени эту проблему решат. Спасибо, Женя. Ну а мы продолжаем. В Кирове увековечили память выдающегося военно-начальника, героя Советского Союза и основателя ВДВ Василия Маргелова. Бронзовый бюст появился около авиатской филармонии рядом с мемориалом воинам-интернационалистам. В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие первые лица гордой области и кировские десантники. Многие из них, кстати, знали Василия Маргелова лично. Торжественно под звуки патриотической музыки в Кирове открыли памятник Василию Маргелову. А сами десантники называют его не иначе, как дядя Вася. И хотя сам Маргелов впервые прыгнул с парашютом только в 40 лет, именно он сделал многое, чтобы десантники стали настоящей армейской элитой. Наш батя, как в ВДВ расшифровываются войска дяди Васи. Для нас это как второй отец, потому что это просто словами не передать. Это очень важно для нас. Василий Маргелов – выдающийся советский военачальник, командующий воздушно-десантными войсками, герой Советского Союза. С начала Великой Отечественной войны от командира стрелкового полка он дорос до командира 49-й гвардейской стрелковой дивизии. Форсировал Днепр и освобождал Херсон, за что был достоин звания Героя Советского Союза. Все депутаты нашего законодательного собрания, а среди них есть и, а бывших не бывают, десантники, с глубоким почтением относятся к этому событию. Мы расцениваем это событие как знаковое для того, чтобы молодое поколение знало наших предков, знало, кто завоевал свободу нашей Родины. С инициативой установить памятник Василию Маргелову выступила общественная организация «Союз десантников». Идею поддержали в том числе и депутаты законодательного собрания региона еще в конце июня. И хотя сам Маргелов не имеет прямого отношения к Кировской области, для десантников всей страны это человек номер один. В Кировской области были и остаются настоящие герои ВДВ. Например, среди военнослужащих 6-й роты ВДВ, которые сражались с террористами и погибли в Аргунском ущелье в 2000 году были и кировчане. Роман Ердяков, Алексей Некрасов, Денис Белых и Василий Сакованов. Новый год без алкоголя. Член общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает, что это реально. Предлагает ограничить продажу спиртного в новогодние праздники. Свои мысли на этот счет Хамзаев изложил в письме и отправил главе российского Минздрава Михаилу Мурашко. Об этом сообщает телеканал РТ. В своем письме Хамзаев указал, что смертность из-за алкогольного отравления в новогодние дни превышает обычные показатели почти в два раза. Решить проблему, считает, можно. Для этого необходимо ограничить продажу спиртного с 1 по 10 января четырьмя часами в день с 14 до 18. Хамзаев уверен, что в итоге алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя будет меньше. Точку зрения члены общественной палаты разделяют не все, в том числе и экс-сотрудники правоохранительных органов. Прямо сейчас смотрите новости бизнеса. А у меня на этом все. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Благодарим за поддержку АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат». Такого еще не было. В одном месте в ДК «Железнодорожников» представили более тысячи моделей верхней одежды. Они подойдут для кировчанок от 40 до 62 размеров. Ассортимент по-настоящему богатый для осени и зимы. Автоледи. Рукав три четверти. Любительниц меха порадует норкой. Есть шубки как в светлых, так и в классических цветах. А разнообразие фасонов приятно удивит кировчанок. Здесь предложат изделия тем, кто ездит за рулем или предпочитает пассажирское кресло. Классическое, с капюшоном. В этой шубке можно как в брючках удобно ходить, так и с юбкой. Для тех, кто пока не готов к норке, но мечтает на мехах, на выставке можно присмотреться к моделям из сурка. Главное вот его преимущество. То есть фактически он неотличим от норки. А для любительниц ярких цветов подготовили рексовые шубы из меха кролика. Выбор фасонов действительно впечатляет, как и скидки. Представляете, шубы из мутона теперь всего по две тысячи рублей. Мутоновые шубки хороши в морозные зимы. В них тепло, уютно. А на осень предлагают легкие куртки и пуховики. На них тоже действуют большие скидки. Вот, к примеру, яркие модели всего по одной тысяче рублей. Низкие цены и на мужской ассортимент здесь предложат дубленки и ветровки. Выставка работает в ДК железнодорожников с 17 по 20 сентября. Успейте найти изделия своей мечты. Редактор субтитров А.Семкин